Как работаем в приложении Lightroom? Это приложение, которое накладывает фильтры, редактирует цветокоррекцию, делает и так далее. Нажимаете на плюсик из фотопленки и выбираете уже ту фотографию, которую хотите отредактировать. Так, так, так. Так, так. Где-то ведь я сохранила. Вот, да. Вот. Что здесь? Обязательно используйте обрезку формат квадрат, если вы размещаете фотографию в Instagram, потому что Instagram обрезает фото по типу квадрата. Применяем уроки мобилографии, выравниваем горизонт. Для этого используем кнопку выпрямления. И уже здесь сами подстраивайте под то, чтобы горизонт был ровный. Да, вот. Вы прям смотрите горизонт, да, и выравниваете все фотографии, чтобы не было кос... Чтобы не было вот такие, бывает, фотографии выкладывают, либо вот такие какие-то косые. Прямо сразу хочется повернуть голову, поэтому всегда делаем ровный горизонт, выравниваем. Применяем. Используем правило сетки, да, то есть где должны находиться объекты, чтобы было презентабельно смотрелось, да, для правильной композиции. То есть на пересечении вот этих вот линий, где кресты, да. Значит, берем. И я хочу сделать так, чтобы у меня вот эта вот линия шла по этому типу. Вот, да. Все таким образом. То есть сами перила по нижней линии, я на пересечении. То есть вот это вот правильная композиция, да. Соответственно, применяю. И далее здесь вы можете использовать, то есть работать над изображением. Выбирая экспозицию, вы делаете светлее или темнее. Контрастность, ну, соответственно, то же самое, да. Светлые области, соответственно, вы делаете более светлым, более темным. Если засвеченная бывает фотография, вы просто светлые области убираете на минус. Тогда не получается вот такого засвеченного эффекта, да. Далее с тенями то же самое. Добавляете, убираете. Белые тени добавляете, убираете. И черные то же самое, да. Если хотите, чтобы фотография была светлая, видите, нижняя область, она, соответственно, высвечивает какие-то моменты. Либо нажимаете кнопку «Авто», и вам уже приложение автоматически обрабатывает фотографию с правилами цветокоррекции и так далее, да. Цвет здесь можете менять даже конкретно цвет, допустим, убрать и сделать более лазурное море, да, либо еще что-то. Детали выбирая, здесь вы добавляете и убираете резкость, соответственно, уменьшение шума. Там можно сделать таким образом, фотография будет более гладкая, да, какие-то несовершенства будут убираться. Вот, то же самое с деталями. В общем, здесь играете, нажимаете кнопочку, галочку, да, и смотрите, что прикольно. Когда вы обрабатываете в едином стиле фотографии, вам достаточно поработать над одной, и далее вы просто переходите, например, и выбираете уже готовые настройки. Например, открываете фотографию, вы хотите следующую фотографию обрабатывать в таком же стиле, три кнопочки, копировать настройки, галочку нажимаете, переходите к той фотографии, которую вы сейчас обрабатываете, опять три кнопочки сверху, вставить настройки. И у вас уже вставляются те настройки, которые вы применяли к той фотографии. Вот и все. Далее, чтобы сохранить, нажимаете вверху на квадратик со стрелочкой, экспорт фотопленку, все, фото у вас уже ушло в галерею.